Уважаемые друзья, мы приветствуем вас из нашей студии из города Сакраменто. Мы рады очередной возможности общения посредством такого прямого эфира. Если вдруг будут происходить какие-то технические неполадки или сбои, обязательно оставайтесь с нами, мы вернемся, потому что есть некоторые технически возможны, допустимые какие-то сбои. Но мы очень надеемся, что сегодняшний эфир будет весьма полезным и послужит для вас благословением. Как вы сами знаете, сегодняшняя тема нашей беседы, наших размышлений — это свобода во Христе или вседозволенность. Я всегда стараюсь молитвенно перед Богом уходить от таких беспочвенных философских просто рассуждений и стараться основываться на Слове Божьем и каком-то жизненном опыте, переживании, личных откровениях каких-то. Поэтому молитесь обо мне, и мы очень надеемся, что мы сможем ответить на большую часть вопросов, которые поступили. Также, как и всегда в наших прямых эфирах, будет блок новостей, самых ближайших событий, которые обещают быть весьма интересными. Поэтому спасибо всем, кто присоединился к нам. Если вам несложно, вы можете напомнить своим друзьям и знакомым, что мы сейчас в прямом эфире. Итак, незамедлительно мы приступаем к обсуждению вопросов, которые поступили заранее, а также те вопросы, которые вы пишете прямо сейчас, во время прямого эфира. Мы также постараемся хотя бы на какую-то часть этих вопросов ответить. Я хотел бы начать с вопроса. Не знаю, кто спрашивает. Нет имени. Благодарю вас, дорогой Александр, за ваши передачи, вашу искренность. Объясните, пожалуйста. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Думаю, будет очень полезно молодежи услышать разъяснение из ваших уст. Когда вы пишете, что будет полезно молодежи, я сразу хочу сказать, что это должно быть полезно всем. Павел не писал для молодежи, Павел писал для всех людей, включая молодежь, потому что они также члены церкви, и потому это должно быть полезно для всех. Мы не можем смотреть в Писание как бы выборочно. Мы не можем использовать Писание, знаете, как снежки. В одну сторону бросают, потом с другого окопа бросают в сторону других людей. Мы должны быть весьма искренними и открытыми, объективными. Если это слово обличает меня, я первый должен каяться, я должен изменяться. Только такое уважительное отношение к Слову Божьему оставляет сердце открытым и располагает Бога учить нас и наставлять. Потом благослови нас, Господь, всех иметь открытое сердце. Я специально взял сейчас свою книгу «Покушение на высший суверенитет», потому что есть здесь объяснение этого текста Писания. Позвольте коротко зачитать некоторые фрагменты и немножко порассуждать над ними. Апостол Павел пишет в 1-м послании к Коринфянам 6.12. То есть он делает заявление. «Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мной». Я сокращаю через многоточие. «Всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Здесь есть два слова «всё и ничто». «Всё и ничто». Практически всё, о чём не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета «позволительно». Я полагаю, что многие церкви, отдельные пастыри погрешают вот здесь тем, что касаются тех спорных вопросов, которых нет в Писании, которые не освещаются конкретно в Писании. И когда человек увлекается и интерпретирует эти тексты Писания, он заводит общину, то ли семью, то ли сам себя загоняет в такие тупики. Поэтому я хочу повторить. Всё, о чём не написано в Слове Божьем в категорической форме запрета, ясно, чёрным по белому, в принципе позволительно. Однако с равнозначной категоричностью можно сказать, что всё, даже дарованное для жизни и благочестия, становится запретным, если начинает мною обладать, то есть доминировать и владеть. Я верю, что это очень точный духовный взгляд, именно то, что апостол Павел имел в виду, написал этот текст. «Ничто не должно обладать мною». А что может обладать мною? Да что угодно. Даже адреналин, который я получаю сейчас, сидя перед камерой и сознавая, что несколько сот или несколько тысяч людей будут смотреть этот эфир, даже это может обладать мною. Потому всё, что будет обладать человеком, непозволительно. Кто же способен отследить эту тонкую грань от позволенного до запретного, если не сам человек? Вот посмотрите, апостолу Павлу, допустим, было позволительно иметь спутницею жену, как у прочих апостолов. Он об этом конкретно пишет. Ему было позволительно жить от благовествования, как он сам об этом учит. Однако он не пользовался всем этим. Почему? Теоретически и теологически он на это право имел. Но исходя из призвания и запросов, которые ставил перед ним Святой Дух, он понимал, что этого не должен делать. Теперь самое важное. Павел понимал, что лично он не должен этого делать, хотя другие апостолы имели жен, имели семьи и жили от благовествования. Подчеркиваю, лично он сам понимал, что Бог его как-то удерживает этого, и потому он этой властью не пользовался. Но самое важное дальше. Павел никогда не требовал такого поведения от других людей, никогда не делал этого стандартом новозаветнего служения и посвящения. Это было его личное хождение перед Богом. И он понимал, что Бог его вот здесь удерживает от того, чтобы воспользоваться этим правом или этой властью, дарованной ему. Теперь, когда мы касаемся, допустим, украшений или бижутерии, которую используют люди, сестры, женщины, или еще каких-то моментов, на которые по-разному смотрят в церквях. Я хотел бы сказать, что в одних случаях Бог наряжал свой народ. Так об этом удивительно повествует из Икиль в 16 главе. Помните? Это же не аллегорий. Это не аллегорий. Это действительно Бог говорит. «Я надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в софьяновые сандалии, опоясал тебя вессоном, покрыл тебя шелковым покрывалом, нарядил тебя в наряды, положил на руки твои запястья, на шею твою ожерелье, дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Бог описывает свою щедрость и свое богатство в отношении своего народа, с какой любовью он их наряжал и принимал участие в их праздниках и все прочее. «В других случаях, кстати, тому же народу и тот же самый Бог, неизменный в слове, к тому же самому народу, тот же самый Бог, неизменный в слове, говорит, снимите себя украшение». Не так все просто, как нам кажется. Нам иногда кажется, что если мы пропишем определенное правило, что позволительно и что непозволительно, все решится, но это далеко не так. Следовательно, я хотел бы сказать так, эти перемены, как будто Бог меняет свое мнение или свое отношение, эти перемены никак не говорят об изменчивости Бога. Как раз наоборот, они доказывают разные состояния общества. По этой причине Бог остается неизменным, его отношение к людям остается неизменным, но люди, они переменчивы. Следовательно, глядя на духовное состояние общества, Господь говорит, снимите себя украшение, вы не в том состоянии, сними себя украшение, ты не в том духовном состоянии, тебе вредит это, ты превозносишься, ты стал гордым, ты стал анадменной, сними это, это разрушает твоего духовного человека, твоего, только тебя разрушает. Рядом стоящий человек, ему может быть наоборот это нужно, потому что, когда мы читаем Изекииля, народ был унижен, он был в рабстве, чувство достоинства было подавлено, Господь приходит, обогащает, поднимает, уважает человека, наряжает человека, возвращает праздники, веселье, потому что он понимает, человека надо поднять. По этой причине не так все просто. Если бы было все так просто, вот это можно, вот это нельзя. Что можно и что нельзя, очень конкретно, понятным языком, выражено в Священных Писаниях. Все остальное, это тонкая грань между позволенным и запретным. У нас небольшая рекламная пауза, мы надеемся, что мы скоро вернемся снова к обсуждению этой темы. Уважаемые друзья, мы продолжаем наш эфир. Как я и говорил, может быть, есть маленькие неполадки технические, но мы очень надеемся, что Бог нам поможет провести этот эфир, потому что я считаю его чрезвычайно важным. Чрезвычайно важным, потому что наша совесть, наша совесть, которая либо дает нам дерзновение, либо лишает нас дерзновения предстоять перед Богом, наша совесть, она неразрывно связана с убеждением. Неразрывно. Убеждение — это то, на чем строится наше христианство, а убеждение строится на Слове Божьем. Потому что если неправильно понимать отдельные заявления священных писаний, апостольские учения, можно тогда легко манипулировать общественным сознанием, что, к сожалению, часто и происходит в общинах, в церквях, в динаминациях. Манипуляция из-за того, что народ не просвещен, из-за того, что людей держат в определенных учениях, люди неправильно понимают отдельные тексты Писания, и люди оказываются жертвой манипуляции. Поэтому очень важно смотреть открытым взглядом на Писание, и это как раз наделяет нас свободой во Христе. То есть мы становимся свободными людьми. Если зайти из самого, скажем так, основания, из самого определения свободы, немножко, несколько слов. Давайте так. Свобода — это, я бы сказал, право, это право выбора, это неограниченные права человека делать свой собственный выбор. Если человека ограничили в правах, он не вольник. А воля — это на русском языке, воля как составная души, разум, интеллект, воля. А в украинском языке или в украинском языке воля — это еще и свобода. Вильный, козак, там говорят, например, да? То есть воля — это как свобода. И невольник — это человек, которого лишили свободы, заключили в темницу. Неволя — украинское слово. Следовательно, я говорю, что воля человека — это свобода. Когда он имеет право избирать то или другое, как и Писание призывает, жизнь и смерть предложил я тебе. Избери. Избери жизнь, чтобы жил ты. Есть добро и зло. Есть дерево познания добра и зла. Есть дерево жизни. Не вкушай от дерева познания добра и зла. Потому что ты умрешь. Но доступ туда открыт. Следовательно, для меня свобода во Христе — это право выбирать в том числе и зло. Следите за моей мыслью. Но когда человек оказывается в рабстве греха, то у него уже нет свободы выбрать добро. У него остается только желание добра. Как апостол Павел говорит, желание добра-то у меня есть, но чтобы сделать оное, не нахожу силы. Наоборот, я то, что хочу, не делаю, а то, что ненавижу, делаю, потому что не я это делаю, но живущий во мне грех. Итак, еще раз. Свобода во Христе оставляет дверь открытой уйти от Христа. Свобода во Христе — это возможность сделать, что хочешь, и доброе, и плохое. Но рабство подразумевает, что твоя воля ограничена, остаются только желания, но силы и свободы у тебя нет. Потому для раба нужна помощь. Кто-то сильный должен вмешаться в ситуацию, свергнуть насильника, освободить твою волю, вернуть ей изначальное состояние свободы. Это именно то, что делает Христос. Потому в Боге, во Христе, рабства нет. Он чужд любого элемента насилия. Где Дух Господен, там свобода. Я удивляюсь вообще поведению Христа, когда он имел уже достаточно много учеников, которые следовали за ними. В один день он вдруг говорил о теле своем, что вы должны есть мое тело, пить мою кровь. Они приткнулись, они не разобрались, они смутились, они соблазнились. Многие ушли, больше не ходили с ним. И казалось бы, ой, что же я такое сказал, что же я наделал, как же теперь будет дальше. Он не побежал за этими людьми, он не извинялся, он не говорил, вы меня не так поняли, простите, пожалуйста, я сейчас объясню. Он говорил другим ученикам, хотите, вы можете уйти. То есть, нет в нем манипуляции человеческим сознанием. Если кто-то и мог иметь власть, удержать людей возле себя, если кто-то и мог иметь власть, поставить мир на колени перед собой, так это Христос. Это Христос. Обладая неограниченной силой, которую дал ему Отец, мудростью, властью, он легко бы мог сделать любой переворот не только в Иерусалиме или Иудее, он бы мог завоевать весь мир легко, в два счета. но уже церковные представители, папы, церковь средневековья, они больше воспользовались этой властью, данной им, чем даже сам Христос. Потом мы читаем у Достоевского в легенде о великом инквизиторе, что якобы Христос приходит в 15 веке, да, и ему представитель римской церкви, старец говорит, ты пришел нам мешать, ты пришел нам мешать. Зачем ты пришел нам мешать? Кому? Церковным лидерам. Следовательно, я пытаюсь сейчас сказать, что Христос, он никогда не будет манипулировать людьми, он оставляет людей свободными, он может взывать к сердцу, он может взывать к совести человека, он может обличать человека, что Дух Святой и делает, он обличит мир о грехе, о правде и о суде, он увлекает человека. Посмотрите, как Христос пришел, он пришел в ясли, он родился незаметно, не с громовыми молниями, не со знамениями, а как же его провоцировали, как же ему постоянно говорили, если ты Сын Божий, если ты тот, как о себе заявляешь, сделай знамение. Он говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, вы хотите доказательств моей силы, то же происходило на кресте, если ты Сын Божий, садим и уверуем в тебя, то же происходило в пустыне, если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделали с хлебами. Посмотрите, как Христос удаляется от этого, как Он просто людей зовет и привлекает, вот это свобода, потому что Он хочет свободной любви, Он не хочет создать условий, где человек не может по-другому, у него выбора нет, где у человека страх перед адом, перед вечностью. Я считаю, что эти все методы, они чужды Иисусу Христу, и Он никогда ими не пользуется. Он действительно спаситель, Он действительно отдал себя в жертву за грехи людей, чтобы спасти человека. и вот это единственное, что может меня располагать к Нему. Ты понимаешь, что Он освободил твою волю, освободил твою душу и дал тебе свободу выбора. Потому мы как люди спотыкаемся, согрешаем, много согрешаем, кто говорит, что не имеет греха, тот вообще врет, тот лжец, тот обманщик, он сам себе, во-первых, врет, и сам себя не уважает, и Бога представляет лживым. Но человек, который постоянно нуждается в Иисусе, постоянно возвращается к Нему как к Спасителю, пользуется Его кровью для омытия своих грехов. Такой человек действительно ходит во свете, как и Христос во свете. Ходить во свете это не значит быть безупречным. У нас много есть вещей, за которые нас можно упрекнуть. Ходить во свете не значит быть безупречным. Если вы внимательно будете читать этот текст Писания, ходить во свете это как раз исповедовать грехи свои. Кто ходит во свете, тот имеет общение друг с другом и кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха. Вот что значит ходить во свете. Кто исповедует грехи свои, то Бог, будучи уверен и праведен, простит ему и очистит его от всякой неправедности. Можно еще раз скажу. Ходить во свете это не значит быть безупречным. Это ошибочный подход. Ходить во свете это быть искренним, это быть честным и быть откровенным перед Господом и нуждаться в нем постоянно. Это то, как я понимаю Евангелие на сегодняшний день. Придем к второму вопросу. Александр, здравствуйте. Вы являетесь для меня большим авторитетом. Скажите, пожалуйста, как поступить в этом случае? Жена христианка и посещает поместную церковь. Муж не христианин. Против того, муж не христианин, против того, чтобы жена ходила в собрание. У нее большое желание принять водное крещение, но муж против. А пастор церкви советует сделать это втайне от мужа. Богу это угодно или нет? Поскольку мы говорим сегодня о власти и над женой есть законно установленная власть, власть ее мужа, мы разбираем этот вопрос. Потому что есть Бог, есть пастор, есть церковь, есть муж, есть жена, есть дети и так далее. Есть государство, есть президент, есть законы. И здесь очень хороший, понятный вопрос. Я считаю так. Когда злые люди хотели поймать Даниила, они искали погрешностей в его поведении в законе. Они понимали, что есть закон государственный, и если найти погрешность человека, есть, как говорится, за что взять за жабры, так выражаются. Но они не нашли ни одной погрешности перед государством этого человека. И они понимали, что его законно обвинить невозможно. Потому они решили создать закон. Слышите, да? Создать закон с учетом Даниила и его веры в Бога. Создать закон безбожный. Закон, который запрещал бы обращаться к Богу. Закон, который бы обязывал на место Бога поставить президента или поставить царя. Это было создано сознательно для того, чтобы поймать Даниила, для того, чтобы сразиться с ним. И в этом случае Даниил даже не дрогнул, даже не моргнул глазом. Он нарушал этот закон. он не считал это преступлением. Он понимал, что над всяким монархом есть Бог, и потому он продолжал открывать окна в своей горнице и молиться в сторону Иерусалима и обращаться к Богу три раза в день. Он не прятался, он понимал все прекрасно. Это духовный мир и это духовная война. Следовательно, когда Даниил так поступал, они нашли его законопреступником. Он приступил закон. И на основании этого преступления его осудили. Если в этом случае смотреть на эту женщину, которая хочет заключить завет с Богом и последовать Богу, но муж против этого, я считаю, она должна любой ценой повиноваться Богу в этом случае. И она должна заключить завет с Иисусом Христом. Во-первых, это касается спасения ее души. Во-вторых, если нет никаких других причин, почему муж против, это говорит о том, что муж против в принципе не ее, что муж в данном случае борется с Богом. Он Бога противник, он настроен против Бога и церкви. В этом случае, я считаю, нужно мужество, решительность, нельзя быть агрессивным, нет необходимости в этом. Необходимо решиться внутренне понять, что это определенный крест, который мы несем, как и Христос об этом говорил, не надо строить иллюзии. Я пришел разделить человека с отцом его. Не обязательно это разделение выразиться в том, что эти люди разведутся, хотя это также не исключено, но это определенное разделение. Сколько я знаю таких историй, что муж хочет, чтобы она пила с ним, ходила на дискотеки, в компании разные и так далее. То есть это разделение, это два разных мира, это конфликт в духовном мире и мы его не избежим. Когда мы идем на уступки, этим не кончится, как хотите, этим не кончится, потому что это борьба. Если бы этим все закончилось, нет, этим не закончится. Как только мы сдаем свою территорию, враг начинает продолжать наступление, давление будет продолжаться. Потому я считаю, в этом случае это не является непослушанием мужу, потому что это является послушанием Христу, который хочет быть в завете с этой женщиной, с этой сестрой. Я думаю, что эта битва может быть выиграна даже. Знаю такие примеры. Когда человек решается ради Христа на такую жертву, Христос вступается и очень часто, и муж потом спасается. С другой стороны, апостол Павел говорит, если муж неверующий хочет жить женой верующей, пусть живет. Но если он не хочет жить, он может уйти, она свободна в таком случае. Следовательно, я здесь абсолютно уверен в том, что женщина должна заключить завет с Богом и поступить Бога угодно, так как учит священное Писание. Вот мой ответ. Следующий вопрос задает Алена. У меня наболевший вопрос не только для меня, но для многих женщин, с которыми я общаюсь, о послушании мужу и его власти, особенно, что касается власти неверующего мужа. Но есть, к сожалению, такие ситуации, когда муж верующий, а о семье не заботится, работать не хочет. От Бога ли такая власть? Где границы послушания и здравого смысла? Ну, вопрос в каком-то смысле похожий. Здесь очень много есть тоже спекуляции. Я никогда не буду сторонником поддерживать, что если муж неверующий, мы можем ему не повиноваться. Во всех вопросах он остается главой дома и семьи, за исключением тех категоричных вопросов, как я объяснил на примере Даниила. В этих вопросах у вас есть право повиноваться больше Богу, нежели человеком. Так сказал апостол Петр. Во всех остальных случаях муж остается главой семьи. В чем заключается свобода супругов в семье, спрашивает Виктор. Также хотел бы сказать, что никогда не считал, что женщина является ну как бы то ли второстепенным каким-то членом семьи, то ли второсортным человеком, ни в коем случае. просто на уровне духа это личность и первый и второй это личности. Вообще если взять оригинал, то в Библии написано Господь создал человека, мужчину и женщину создал его, то есть человека. Это в синодальном русском переводе создал их, как бы двоих, но имеется ввиду, что Бог создал человека, но создал два определенных пола. Потому разница между мужчинами и женщинами на уровне духа нет никакой. Мы наследники благодатной жизни, жены наши, со-наследницы такие же наследники благодатной жизни, точно так, как Авраам имел обетование, Исаака сделал со-наследником того же обетования. Обетование одно, обетование вечной жизни. Я наследовал это обетование, моя жена, мои дети, сестры, братья, мы одинаковы на уровне духа, на уровне души и физиологии нашей, и психологии мы имеем некоторые разбежности. Следовательно, ради устройства человеческого социума, общества, Бог установил порядки в государстве, в бизнесе, в церкви, в семье, Бог установил порядок. И таким образом, да, это свобода, это свобода, но эта свобода должна учитывать вышестоящую власть. Кто-то должен иметь право последнего голоса, обязательно. Библия говорит, что даже двое не могут пойти в путь, не сговорившись между собой. Даже двое, не говоря пятеро, не говоря пятьдесят, не говоря миллион, людей не пойдут вместе, не сговорившись между собой. Следовательно, я считаю большим благословением такое качество, как сговорчивость, когда человек может уступать. Уступать в тех моментах, где люди должны согласиться. Согласиться. Вот, например, что такое согласиться? Это, это, когда кто-то подает какую-то инициативу, я соглашаюсь стать рядом, я, я вкладываю себя в это видение, я становлюсь вместе. Согласиться. Если двое из вас согласятся, или трое, просите о каком-то деле. Кстати, Писание не говорит о каком конкретно деле. Дело может быть разным, важно согласие, а если нет согласия, то даже маленькое дело мы не сделаем. Я приводил этот пример, кстати, меня критиковали за этот пример. Когда Гитлер со своими самыми жуткими, бредовыми идеями насилия покорял страну за страной в Европе, приближаясь к России, такие гении политические, как Черчилль и ему подобные не могли остановить этого врага. Почему? Потому что уже тогда развивалась демократия в европейских государствах и в Англии тоже, в других государствах несколько точек зрения, как остановить врага. Три, четыре. Это автоматически, механически делает то, что общество разделяется. нет единой программы. Может, она не самая идеальная, может, предложение не самое идеальное, но все как один встали, все как монолит встали. То, как раз, что было в работе или в пропаганде Гитлера. Правильные, неправильные решения, однозначно были неправильные, мотивы были неправильные, но люди стояли как монолит. Мы же как бы очень свободолюбивы. Ну, ты так думаешь, а я так. Жена говорит, ну, ты так считаешь, а я по-другому считаю. Это слышат дети. Это ослабляет в целом семью. Посмотрите на большие родства, где живут дружно родственники, особенно это ярко видно в эмиграции. Мы живем здесь 22 года. Те родственники, которые близки, они просто вытягивают друг споткнутся, у кого-то там провалился бизнес, у кого-то что-то не получилось. Раз помогли, раз пришли, и в целом все выигрывают. Ты смотришь, в целом, благодаря тому, что один другого поддерживают, все выигрывают. Если люди только настроены выживать за счет поражения другого, ты споткнулся для меня, это ступенечка, стать выше. Мы всегда проигрываем. Потому огромнейшее благословение это жена, это женщина, которая верна, которая стоит рядом, которая поддерживает своего мужа. Жизнь не состоит только из побед. Конечно, хотелось бы стоять рядом, послушайте меня, с человеком, которого нет поражений, которого нет промаха. Такого не бывает. Такого просто не бывает. В моей жизни много было неправильных принятых решений. Я отвечаю за свои слова. Много. Но я сегодня поделюсь, почему о многих из этих моментов вы даже не знаете. И даже близкие люди не знают, даже мои родственники не знают. Потому что были моменты, когда я понимал, я принял неправильное решение, я приходил пред Богом в покаянии, и я говорил, я поступил неправильно. Я знаю, что я пожну то, что я посеял. Но я прошу Твоей милости, Господь, если Ты можешь меня помиловать, помилуй меня, останови этот процесс сияния и жатвы. Опять же, я не мог рассчитывать на милость. Я не мог. Что значит рассчитывать, что Бог тебя обязательно помилует? Милость зависит не от меня. Милость зависит только от Бога. Милости не заслуживают. Милость оказывают. Хочет, окажет, не хочет, не окажет. Ты не можешь обязать Его оказать милость. Я это очень ясно понимал и понимаю до сих пор. Не так давно, неделю назад, один человек говорит, Александр, почему Бог не так говорит, я знаю, почему Бог тебя так благословляет. Да, это очевидно, это видно. Я говорю, вы знаете, а я не знаю. Что вы имеете в виду? Я говорю, я не знаю, я не считаю, что Бог меня благословляет за то, что я и так далее. Я считаю, что Бог просто милостив ко мне. Просто милостив. И я по-другому не объясняю. Да, я стараюсь следовать Его велениям, Его воле. Да, 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 да. Но Бог милостив. Почему? Потому что я знаю, сколько раз Он меня миловал в тех ситуациях, где я бы давно разрушился. Следовательно, поддерживайте супругов, поддерживайте пастора церкви, поддерживайте. Я не говорю во всем, я не говорю слепо, я не говорю не дай Бог, не приведи Господи в чем-то греховном. На служителя, на пресвитера также можно принимать обвинения, если есть свидетели. И не просто можно, нужно. Мы не можем быть соучастником преступления, мы не можем покрывать определенные вещи, грехи определенные, становляясь соучастниками греха. Нет. Но я говорю о сговорчивости, я говорю, благослови вас Бог, вы однозначно, однозначно выиграете. Я могу вам просто уверять вас, в течение года вы увидите колоссальные результаты. Если вы измените свою внутреннюю стаборность, упрямство на сговорчивость и будете просто поддерживать, потому что очень важна поддержка, особенно лидеров, людей, которые стоят во главе и несут ответственность. Я не знаю, сколько у нас времени, без 20.11, по нашему времени, что мы ответим еще на один, вопрос и сделаем перерыв. Значит, еще такой вопрос, как понять, где кончается свобода во Христе и начинается вседозволенность? Ну, немножко сложно сформулирован вопрос. В таких вопросах, как одежда, украшения, развлечения, музыка, здесь можно добавить спорт, театр, литература, я не знаю, каждый человек понимает это по-своему, и то, что позволительно в одних церквях категорически запрещено в других. Можно ли применить к этому вопросу римлянам 14 главу, когда моя совесть позволяет мне делать некоторые вещи, например, носить украшения, то для меня это не грех, но для другого человека, который верит, что так поступать нельзя, то же самое ношение украшений будет грехом. Так ли это, спрашивает Виктория. Да, разделяю ваше мнение, Виктория, считаю, что это вопрос убеждений, и есть много таких моментов, где речь идет о совести, апостол Павел говорит о совести не моей, а о совести другого, для чего моей свободе быть судимой другим человеком, когда он понимает, это какой-то из вопросов неприемлемым для христианина, а я понимаю, что в этом нет ничего греховного или порочного, я позволяю моей свободе быть судимой им, его совестью. Я хочу на этот счет тоже немножко прочитать, на мой взгляд, важных заявлений. Есть две нераздельно связанные между собой установки. Быть подвластным, находиться под властью и иметь у себя в подчинении. Помните о сотнике Христос сказал? Это две неразрывные установки. Быть подвластным самому и иметь у себя в подчинении. Это понимание сотника удивило Христа. Только высшая власть может наделять подвластного ей человека правом иметь у себя в подчинении других людей. Независимость и свобода это не одно и то же. Каждый должен быть свободным, но каждый также должен быть в подчинении. Быть свободным это не значит никому не подчиняться. Совершенно наоборот. Быть свободным это обязательно значит быть в подчинении. Сам Христос смирил себя и был послушным. Сам Христос. Смотрите в Божьем замысле нет никого кто бы не был в подчинении. Нет такого человека на земле который не был в подчинении. Помните Экклесиас что пишет над высоким наблюдает высший а над ним еще высший. Таков принцип. Так устроено человеческое общество. Непокорность непослушание и противление. Непокорность непослушание и противление. Вспомните кто согрешил этими тремя грехами. Непокорность непослушание и противление. Три греха которые сделал Саул и сделал себя независимым свободным от Бога. И потом Бог сказал ты не можешь больше быть царем. Ты не можешь. Я тебе давал задание ты должен быть покорным послушным ты же проявил своеволие самоволие и поэтому ты не можешь. Ты как знаете как вот клавиша в компьютере она не работает. Тебе нужно просто чтобы она работала обязательно. Это одна из букв алфавита а она не работает. Ее надо заменить. Понимаете когда человек не выполняет функции высшей власти его просто заменяют либо ремонтируют ставят на место. Вот что значит быть в подчинении. это обязательно быть в подчинении. Только когда я в подчинении механизм в целом работает. Механизм власти работает. Концепция власти работает. Бог так устроил мир что никто из нас не может быть независимым свободным самовольным своевольным. Мы все в подчинении кому-то каждый из нас. потому да дальше вы спрашиваете конкретно о чем смирение начинается с признания высшей власти. Это настоящее смирение. Легко под высшей властью понимать Бога. Но как насчет отца, матери, мужа и так далее пастора. Следовательно мы уже говорили о тех моментах и тех ситуациях где для одного это является грехом и это неприемлемо для другого это не является. Таких ситуаций немало в нашей жизни. Мы сейчас будем иметь музыкальную паузу потом мы возвратимся и продолжим наши размышления. Как вы видите я на некоторые вопросы отвечаю некоторые мы более расширенно объясняем потому что важно понять саму концепцию и само благословение послушания. Благослови вас Господь. Мир вам дорогие друзья вот мы с вами перелеснули еще одну страницу нашего календаря и сегодня у нас первый эфир в 2014 году с чем я вас и поздравляю. Вы продолжаете прислать нам свои вопросы на которые Александр будет отвечать в следующих своих блоках а вот пришел один из вопросов организационного характера. Если у вас на этот год запланированное посещение служителей в Беларуси очень бы хотелось бы видеть вас на нашей земле если никак это если это как-то вписывается в ваши планы скажите когда вы будете в Киеве Дмитрий и про Беларусь и про Киев спросили Дмитрий я про Киев вам расскажу про Украину чуть позже а насчет Беларуси хочу сказать что на прошлых выходных у нас в нашем служении воскресном в церкви Дом хлеба участвовал Сергей Сергеевич Хомич с супругой и они также прислали нам привезли нам с собой официальное приглашение в Беларусь и были еще несколько приглашений в Беларусь до этого если Господь позволит у нас есть большое желание посетить у Александра со служителями отправиться и послужить в Беларуси но если это будет возможным это будет осенью этого 2014 года возможно в октябре или в ноябре но сейчас эти все вопросы обсуждаются так как у нас запланировано посещение уже 14 стран о чем я вам скажу чуть позже поэтому будем стараться молитесь об этом если будет какая-либо возможность конечно же мы с радостью обязательно приедем и послужим в Беларуси сейчас я хочу поделиться с вами статистикой нашего прошлого года рассказать о том как двигалось наше служение что было у нас в прошлом году и хочется отдельное спасибо сказать каждому из вас за различного рода поддержку за то что вы участвуете в нашем служении за то что вы молитесь вместе с нами за то что вы оказываете всякую посильную помощь нам и все что было мы смогли проделать вместе с вами в прошлом году наша студия выпустила 125 новых программ угол программ позиция служение церкви дом хлеба а также новый проект мы запустили форум позиция который вы видели это дискуссия влиятельных пасторов епископов богословов на сложные вопросы современного христианства мы поднимали такие темы как взгляд церкви на разводы повторные браки возможно ли все христианское единство свобода выбора или предопределения свыше и многие другие я думаю что вы смотрели эти передачи на нашем канале если нет то все записи вы можете бесплатно посмотреть и скачать на ремо тв или на на нашем на нашей страничке официально из youtube Александр Шевченко количество просмотров вообще всех наших программ за прошлый год составило более 5 миллионов просмотров это только по предварительным подсчетам которые нам удалось составить это около миллиона просмотров на ремо до миллиона около миллиона просмотров на youtube вы сейчас видите на экранах возможно некоторые статистические данные в прошлом году мы также провели 11 прямых эфиров 8 прямых эфиров таких прямо как сейчас мы отвечали на прямые ваши прямые вопросы давали вам прямые ответы в прошлом году мы также открыли подкаст это наш канал такую страничку на iTunes где вы смогли скачивать и прослушивать mp3 записи поэтому мы рады что у вас была такая возможность переходить и если вы еще об этом не знаете обязательно зайдите на подкаст там вы сможете найти 220 наших программ проповеди пастора Александра Шевченко открытых для всеобщего прослушивания и свободного скачивания при поддержке сотен людей с Божьей помощью мы выпустили наш первый документальный фильм богоискания славянских народов мы показали его на 9 каналах включая и светские каналы секундочку так что-то у нас включая светские каналы также он был выставлен на 120 христианских и нехристианских я бы сказала даже порталах это архивах документального видео различных сериалов там где светский зритель может посещать и смотреть этот фильм он комментируется сейчас обсуждается в интернете и слава богу мы очень рады и довольны что смогли выйти таким образом на нехристианскую аудиторию и начать диалог с этими людьми в этом году также были записаны 9 интервью уже для второго фильма отрывки из этих интервью вы увидите во втором фильме среди них было интервью с патриархом Украинской Православной Церкви Филаретом с профессором Московской Духовной Академии Алексеем Ильичем Осиповым с ведущим Первого канала Максимом Шевченко и с другими известными влиятельными общественными политическими деятелями религиозными деятелями отрывки из этих интервью вы увидите в нашем втором фильме который мы назвали Москва Третий Рим мы приглашаем вас на премьеру премьера будет у нас в городе Сакраменто 30 марта 2014 года уже совсем скоро мы готовим к презентации для вас этот фильм если вы в городе Сакраменто или где-то в другом штате мы настоятельно рекомендуем вам написать позвонить нам и мы постараемся вас встретить принять и занять вам места в нашем зале чтобы вы присутствовали на премьере если же вы живете далеко и к сожалению не сможете присутствовать здесь у нас в Сакраменто но вы сможете смотреть потому что мы будем делать прямую трансляцию 30 марта нашего второго фильма душепопечительство с Божьей помощью и при участии команды наших служителей мы оказали помощь 500 людям из 20 стран 22 стран мира отвечая на вопросы молясь по телефону оказывая душепопечительную поддержку этим людям некоторые из людей обращались довольно таки сложными ситуациями с которыми они переживали в прошлом году возможно даже на протяжении многих лет сражались боролись за свою семью семьи находились на грани развода люди находились валко нарко даже гомосексуальной зависимости на грани депрессии суицидные мысли были готовы совершить суицид но господь направил их сердце просто позвонить написать пару строк и наши служители выходили с ними на связь беседовали и с божьей помощью господь восстанавливал жизни этих людей поворачивал в другую сторону эти люди выходили на правильную дорогу на дорогу по пути к Христу по пути к Господу поэтому спасибо вам большое за то что вы молитесь за все нужды которые поступают на наш сайт мы получили около 9 тысяч нужд на наш сайт и на наши имейлы в прошлом году за все эти нужды мы совершали молитвы каждую пятницу у нас проходили молитвенные служения отдельно у нас молитвенная группа международного служения которые люди находятся с разных стран мира мы рассылали эти нужды они поддерживали в молитве всех людей кто писал также у нас прошли конференции в прошлом году мы Александр с командой служителей проводил конференции семинары евангелизационные служения в 13 городах семи стран мира и на этих конференциях поприсутствовали приняли участие более 20 тысяч человек и около 180 человек они впервые молились молитвой покаяния на этих служениях за что также слава Господу в этом году с Божьей помощью мы увеличили количество стран которые Александр и служители планируют посетить и это уже в нашем календаре 2014 года отмечены 13 стран мира среди которых есть такие страны например как Казахстан за что мы особенно просим молиться вообще за эту страну за тех людей которые там живут потому что как вы знаете страна проходят нелегкий период времени гонения на христиан пасторов сажают в тюрьму за веру и если Господь позволит и нам откроют документы мы оформим визы у Александра у пастора Александра есть большое желание посетить и послужить людям поддержать насколько это возможно именно в Казахстане и где пройдет служение в городе Алматы молитесь пожалуйста чтобы все получилось и в апреле у нас была возможность приехать в эту страну как я сказала наши офисы приняли 9000 молитвенных нужд мы ответили на 8000 звонков и 35000 писем и сообщений в 2013 году были разосланы сотни посылок это примерно 4000 дисков и книг мы разослали на тюрьмы репцентры домашние церкви и просто тем кто в этом нуждался спасибо дорогие на самом деле это очень ценно любая ваша поддержка любые ваши звонки письма то что вы смотрите эти прямые эфиры вы нас особенно поддерживаете и я верю что мы с нашей командой и со всеми вами с нашей большой международной командой сможем еще больше потрудиться для людей и для Господа в этом 2014 году спасибо что вы усердствуете мы на самом деле это ценим и благодарны Господу за каждого из вас хочу вам зачитать несколько свидетельств для вашего ободрения потому что к нам приходят сотни свидетельств и несколько из них я выбрала для сегодняшнего эфира я много лет сидел в тюрьме там я смотрел проповеди Александра Шевченко слова проникали глубоко в мой дух такие простые сказанные в силе Божьей любви там в лагерях Бог нашел меня и спас исселил от многих болезней больше года как я вышел на волю но не очень просто жить честно в этом мире но Господь дает благодать Геннадий Брилев слава Богу Геннадий что Господь именно там нашел вас посредством этих программ и сейчас вы поменяли свою жизнь и живете другой жизнью также к нам пришло письмо из Нижнего Тагила от Ирины здравствуйте пастор Александр слушаю и днем и ночью ваши проповеди сам Бог говорит через вас я инвалид первой группы перенесла 11 операций я освободилась от прошлого слушая одну из ваших проповедей я восстановилась и поднялась как лазарь прошлое которое так долго лежало в моем сердце и мешало жить благослови вас Господь Нижний Тагил Ирина пастор Александр пишет вам мусульманка уже несколько дней подряд слушаю ваши проповеди машинально хочется вмешиваться вмешаться раскритиковать исправить но нечего раскритиковывать и исправлять слава Господу вы на правильном пути у вас искренняя и правильная вера пока что не нашла ни одной ошибки чтобы придраться и указать что в этом вы ошибаетесь ошибаетесь иншаллах буду продолжать слушать ваши проповеди которые мне очень нравятся спасибо вам это письмо пришло нам анонимно спасибо что вы делитесь и присылаете нам свои свидетельства мы на самом деле благодарны за них сейчас не как по традиции в конце я хочу разыграть в средине потому что я думаю что немножко сложнее вопрос чем обычно у нас есть и у нас сегодня такой подарочек для вас это ключик где находится уже не 200 а наверное 210-215 проповедей мы загрузили сюда все самые последние которые были регулярно его обновляем и музыкальный сборник с песнями церкви дом хлеба поэтому вы сможете сегодня кто-то из вас может получить этот прекрасный подарок ответив на простой вопрос не совсем простой я думаю какое самое большое письмо в Библии какое самое большое письмо в Библии внимание но я спрашиваю про письмо я не спрашиваю про главу из Библии про книгу или про стих Библии имеется в виду какое самое о каком самом большом письме упоминает Библия первый кто ответит мы чуть позже объявим победителя кто человек который получит этот ключик а сейчас я хочу поделиться с вами событиями ближайшими которые ожидают нас в этом 2014 году ближайший тур это 14-16 марта мы приглашаем вас на конференции видение стратегии результаты в Прибалтике 14 марта в Вильнюс в Вильнюсе в Литве в здании литовского молодежного центра пройдет первая конференция 15 марта конференция состоится в Таллине Эстонии 16 марта это будет Рига Латвия все конференции пройдут по такому расписанию с 16 до 17.00 пастырские лидерские встречи с 17 до 21 часа общая конференция для всех желающих подробную информацию детали адреса конференции и бесплатную регистрацию вы можете пройти на нашем сайте Александр Шевченко .орг в разделе календарь мы настоятельно рекомендуем и очень просим вас это сделать так как количество мест ограничено по вместимости залов поэтому для нас важно знать сколько человек будут вот буквально сегодня рано утром к нам написали из Калининграда что 15 человек из церкви хотят приехать в Вильнюс недавно написали из Финляндии что 15 человек приедут в Эстонию также группы на автобусах мы вас ждем и первую и вторую группу и вообще всех желающих которые хотят посетить эти мероприятия но обязательно зарегистрируйтесь 30 марта как я уже сказала мы готовимся к премьере второго фильма Москва Третий Рим детали вы можете узнать о нашем сайте будет прямая трансляция и премьера будет у нас в Сакраменто куда мы вас приглашаем 20 апреля это новый проект который мы хотим вам показать и начали подготовку к этому проекту это пасхальный мюзикл если все будет хорошо и мы справимся с этим проектом то мы будем готовы также его 20 апреля на Пасху представить и возможно все это будет в прямом эфире в конце апреля в начале мая как я уже говорила у нас есть планы посетить Казахстан и несколько городов в России о чем я больше вам расскажу в следующих прямых эфирах с 23 мая по 25 мая мы планируем провести школу телепроизводства как у нас это было в прошлых годах но единственное отличие в этом году что мы хотим ее провести не только стационарно по 4-5 направлениям у нас будет школа телепроизводства идти и онлайн то есть если вы живете в другой стране вы сможете зарегистрироваться и подключиться и принять участие в обучении в школе и по выпуску получить сертификат о прохождении данной школы 6-7 июня Александр примет участие в десятилетии славянской миссионерской библейской школы города Флориды штат штата Флориды города Джаксонвилл 18 июня пройдет служение в Атланте в Джорджи с 18 по 22 июня мы совершим тур по Украине и с командой служителей Александр отправится туда и мы посетим три города это будет 18 числа Тернополь и в конце недели 21-22 Полтава и Кременчуг если я не ошибаюсь в такой последовательности возможно наоборот вскоре все подробности будут на нашем сайте и откроется регистрация на эти конференции мы будем рады всех вас видеть там с 1 по 10 сентября мы планируем посетить страны Европы такие как Чехия Германия Италия Испания но не только наши служители а с собой мы хотим взять целый славянский хор который у нас в городе Сакраменто находится под руководством Павла Кравчука я думаю что вы видели замечательные концерты в исполнении хора с оркестром на Пасху и на Рождество они есть на Рэма ТВ если вы еще не смотрели в августе и в октябре мы планируем провести два форума один из которых будет сложный мы хотим поднять такую сложную тему как тема депрессии пригласить психологов медицинских сотрудников в данной сфере чтобы разобраться в этом вопросе что же это такое и как с этим быть если вы знаете хороших психологов которые компетентны в данной сфере мы просим вас чтобы вы сообщили нам дали информацию об этих людях написали на наши эмейлы вы видите их на экранах это инфа собачка ашевченко.орг и в ноябре у нас состоится конференция в Армении и Грузии более подробно я буду рассказывать в последующих прямых эфирах об этих мероприятиях если вы хотите каким-либо образом принять участие в организации этих конференций так как на самом деле все это возможно организация всех мероприятий возможно благодаря поддержке многих людей наших друзей партнеров которые присоединяются и разного рода помощь оказывают на месте в тех странах в тех городах куда мы приезжаем пишите нам на инфа собачка шевченко.орг мы будем благодарны и будем рады организовать это мероприятие вместе с вами следующие прямые эфиры у нас пройдут 7 февраля и 7 марта поэтому отметьте эти даты в своих календарях и я думаю что у нас пришло время чтобы объявить победителя который выиграл у нас такой замечательный подарок серебряный ключик на котором находятся 210 проповедей значит я сейчас объявлю вам правильный ответ о чем вы меня всегда просите напоминаете мне правильный ответ на вопрос какое самое большое письмо в библии это письмо упоминаемое в книге захарии пятой главе второй стих длиной в 20 локтей и шириной в 10 локтей правильно у нас ответила Оленька да если я не ошибаюсь правильно ответила Оленька Оленька я не знаю откуда вы с какой вы страны к сожалению вы не указали но вы получаете этот подарок напишите нам на email ваш адрес и мы вышли его вам по почте спасибо что вы участвуете в наших прямых эфирах а еще я хочу вам представить новый продукт нашей студии это уже не серебряный а золотой ключик на котором находится золотая коллекция нашей студии это видеоархив проповеди лучшие проповеди свидетельства фильм клипы наверное сейчас мне ребята подскажут что около 50 даже более около 70 записей находятся на этом ключике вы можете его заказать написав нам на email или позвоним в наши офисы мы сейчас отправляем эти ключики в наши офисы загружаем сюда видеоархив и вы сможете стать обладателем такого замечательного подарочка или как раз подарить кому-нибудь из своих знакомых кому это особенно нужно спасибо большое что вы участвуете в наших прямых эфирах и задавайте свои вопросы после небольшой рекламы Александр будет продолжать отвечать на ваши вопросы увидимся с вами в следующих прямых эфирах спасибо уважаемые друзья мы продолжаем наш эфир спасибо что вы остаетесь с нами у нас есть еще достаточно времени чтобы ответить на ряд вопросов которые нам поступили раньше которые поступают буквально вот в течение последнего часа я понимаю что важно к вопросам подходить издалека иногда мы ведем себя простите как в первом классе нам нужно вот вот ясность в этой ситуации часто люди говорят да нет не хотят понять как бы внутренности самого принципа самой сути как писание объясняет саму концепцию свободы во Христе потому я стараюсь и одновременно отвечать на конкретно поставленные вопросы и одновременно объяснять сам принцип воли и власти и свобода и так далее вот смотрите например еще позвольте одну иллюстрацию из библии она очень помогает понять то о чем мы говорим я был вчера вчера наверное позавчера я был на телеканале импакт здесь также в прямой эфире мы касались этого момента этого вопроса возможно вы уже слышали об этом да но я хочу вот что сказать смотрите многие годы моей жизни меня интересовало почему давид перед смертью соломон упоминает двоих людей военачальника иава и семей двоих людей и как бы говорит ему дело не закрыто с этими людьми надо закончить кейс как мы выражаемся на английском языке дело не закрыто и разумеется он говорит о возмездии он говорит об утверждении какого-то суда над этими людьми чего давид при своей жизни не сделал то есть эти люди оставались жить давид уходил из жизни и он передает это дело своему сыну соломону и говорит ты человек мудрый поступи с ними правильно и напоминает что эти люди сделали вот смотрите мы говорим сегодня об ответственности допустим да что кто-то всегда несет ответственность кому-то даются полномочия и права иметь иметь власть над кем-то следовательно если человек не сам себе присвоил позицию а действительно высшая власть наделила его такими правами и полномочиями этот человек несет ответственность он будет спрошен при жизни в вечности перед богом но я хочу сказать что ни одно действие ни одно дело не остается без ответственности оно все кто-то должен отвечать за каждое дело значит что что о чем мы говорим допустим человек совершил какой-то поступок кто-то должен за это отвечать например ребенок имеет что-то сделал ответственность несут родители до совершеннолетия до совершеннолетия этого ребенка с момента там 16-летия или 18-летия который исполняется уже ответственность несет ребенок но не бывает такой зоны не бывает что никто ответственности не несет не бывает такого либо родители несут ответственность либо этот человек уже став взрослым несет самостоятельно ответственность за все свои поступки не может так быть чтобы хоть один поступок оставался без спроса без ответственности всегда есть люди которые за это ответственны всегда во всем другое дело что на земле мы уходим от ответственности мы прячем какие-то вещи но это уже другой разговор сам принцип говорит о том что что кто-то всегда отвечает за каждый поступок. И вот интересная ситуация. Семей обзывал Давида плохими словами. Иав, военачальник, который служил в армии Давида, следите за моей мыслью, проявил несколько раз своеволие. Что такое своеволие? Подумайте об этом. Что такое самоволие, самоволка, так в армии говорили? Без разрешения высшей власти человек просто позволял себе какие-то вещи. Подумайте над этим. Я еще раз хочу заострить ваше внимание. Мы все равно, каждый из нас имеет какие-то пределы и границы. Что нам разрешается? И мы должны хорошо знать. Вот это вот мой личный выбор. Например, одеть эту рубашку или другую рубаху. Это мой выбор. Я сам это определял и решал. Но есть граница и предел, где я не имею права и полномочий что-то делать или не делать. Это не в моей компетенции. Я не имею права это делать. Но я это делаю. Я все равно это совершаю. Следовательно, я нарушаю какой-то принцип. И есть власть, стоящая надо мной, которая обязана привлечь меня к ответственности. И, соответственно, как-то то ли наказать меня, то ли исправить меня. Иначе, не привлекая меня к ответственности, эта власть, в свою очередь, несет ответственность за поступок, который я сделал. И она будет привлечена к ответственности. Высшей властью. Такой принцип. Но за все кто-то отвечает. Следовательно, когда семей обзывал Давида плохими словами, позже, испугавшись, он просил Давида, чтобы тот поклялся, что не убьет его, не накажет его. Давид поклялся ему Господу. Но факт остается фактом, что человек, семей, о котором мы говорим, наказание не понес. Та же самая ситуация произошла с Яавом. Он был в армии Давида. Он служил, ходил под Давидом, своим главнокомандующим. Но несколько раз он проявил самоволие. Ему не разрешал Давид этого делать, но он убил нескольких людей. Кстати, убил во время мира. Это не была война. Это не угрожало Яаву ничем. Но это были его личные счета. И он просто проявил самоволие. Он оставался при Давиде. Все это как бы не говорили об этом неприятном моменте. Но прошло время, и Давид передает эти два дела своему сыну Соломону. Я заканчиваю. Соломон приходит к власти, и он понимает, что надо что-то сделать. Когда Соломон наказывал, а если точно сказать, послал убить Яава, естественно, это долгий интересный разговор, почему, что случилось, почему вдруг Соломон посылает своего уже военачальника, Ванею, убить Яава. Мы сейчас не об этом. Хотя это интереснейший и важный очень принцип, как все происходит, но сегодня нет времени. Но когда Ванея приходит, чтобы убить Яава, военачальника Давидова, который проявил самоволие, и это дело не было закрыто, не был наказан Яав за это самоволие, ни разу об этом не говорили. Вот там, когда Ванея, военачальник Соломона, убивает Яава, он ему объясняет настоящую причину, почему он должен это сделать, почему Соломон это делает. Он ему говорит, чтобы кровь, Бог снял кровь, пролитую с дома Давидова, с потомства Давида, и возложил на твою голову. Ты пролил кровь, бранную, во время мира, и ты это сделал без ведома моего отца Давида. Ты сделал это просто сам по себе. Поэтому ответственность за эти два убийства лежали на Давиде, как на высшей власти. Давид должен был навести порядок, Давид должен был утвердить справедливость, но Давид этого не сделал. Потому Давид понимал, что он предстает перед Богом, и он не сделал ничего в отношении справедливости над этими двумя людьми. Поэтому он передал это дело Соломону, завещал ему, чтобы ты довел дело до конца. И Соломон объясняет, чтобы это проклятие и эта ответственность была снята с дома Давидова, с Соломона, который преемник Давида, и ты должен понести то, что справедливо по закону, жизнь за жизнь, кровь за кровь. Следовательно, я этим примером просто показываю и объясняю сам принцип. Ничто не остается безответственным, ничто не остается безнаказанным. В любом случае, если мы уходим от ответственности, если мы не привлекаем к ответственности других людей, которые нам подвластны, мы будем спрошены за такое халатное отношение, потому что тогда нарушается общая концепция и принцип вообще, зачем утверждена власть Богом. Потому так ведет себя и апостол Павел. Кто не послушает Слово наше в этом послании, того имейте на замечании. Это очень важный принцип, но я не хочу больше об этом разговаривать. Я верю, что вы что-то смогли взять для себя. Следовательно, так относитесь ко всякой власти. Здесь некоторые люди, я, наверное, потерял этот вопрос. А, нет, вот он есть. Сейчас мы к нему перейдем. Где грань послушания, спрашивает Дмитрий Антонюк, где грань послушания или повиновения злой власти? Злой власти. К примеру, вы находитесь в концлагере Освенцим, для вас начальник лагеря кто? Божий слуга, носящий меч, или он преступник, или насильник, можно добавить, да, к вопросу Дмитрия. Я хочу сказать, что уже сказал не один раз. Когда речь идет о власти, Богом установленной, то речь идет скорее о принципе, что всегда над высоким наблюдает высший, а над ним еще высший. Речь идет о принципе. Но я не думаю, я не допускаю такой мысли, что речь идет буквально о всякой власти, которая от Бога. Потому что если власть не признает Бога над собой, то такая власть не может воплощать и волю Божию. Она не повинуется Богу. А это власть, которая как Ирод, царь, сел на престоле своем вместо Бога. И люди говорили, что он вместо Бога. Он Бог. Вот тогда Бог его и поразил. Почему? Бог его не трогал, несмотря на то, что этот человек поступал безбожно. Но когда он вот воссел вместо Бога, он произнес в принципе богохульное. То же самое произошло с Навуходоносором, когда он возомнил от себя, что я построил этот величественный Вавилон. Бог забрал у него разум, пока не вернулся его трезвый ум, и он восхвалил Всевышнего и Пресносущего. И сказал, что Бог дает царство, и над всеми царями есть Всевышний Бог. И он прославил Всевышнего Бога. Поэтому мы понимаем, что нельзя ни в коем случае, категорически, не соглашусь, никогда с этим кальвинистским крайностями, которые утверждают, что любая власть и все, что происходит на земле, оно происходит по воле Божией, потому что Бог правит всем. Нет, есть понятие Богопротивления, есть дух противления, о котором пишет апостол Павел, действующий в сценах противления. Это агрессия против Бога. Это люди исполняют волю дьявола, он уловил их в свою волю, и эти люди выполняют волю не Божию, волю врага Божьего, Бога противника. Мы тогда можем дойти до крайности, рассуждая, что и дьявол выполняет волю Божию. Ни в коем случае я не соглашусь, что такие насильники, такие люди, которые уничтожали других людей, которые вели себя откровенно, безбожно, и проявляли насилие, что они представляли власть Богом установленную. Нет. Другое дело, как вести себя по отношению к такой именно власти, это уже другой вопрос. Мы имеем много свидетельств, когда люди все-таки обращались к Богу в эти моменты, и Бог защищал, Бог вступался, Бог давал силу простить, именно простить таким людям. Даже вот недавний случай, когда ушел из жизни Нельсон Мандала, и известный факт того, что он на свою инаугурацию пригласил людей, которые в свое время держали его под стражей. Он отсидел 27 лет в тюрьме. Хотя этот человек, он был атеистом откровенным, но он смог понять принцип прощения, и он понимал, что если ты живешь в непрощении по отношению к насилию и насильникам, ты не продвинешься далеко, ты будешь жить всегда местью. Обиженный человек обижает. Это закон. Это закон. Если я обижен на кого-то, все, я любую возможность буду использовать, чтобы обижать других людей. Я обидчик, потому что я обиженный. Вот. По этой причине очень важно прощение, очень важно понимать, что Бог все равно над всем правит, что Бог допускает каким-то ситуациям быть в твоей жизни, что Он вознесет тебя в свое время, и ты смиряешься не перед человеком, ты смиряешься перед Богом. Это большая разница смиряться перед человеком, смиряться перед обстоятельствами или смиряться перед Богом. Но в конечном счете я смиряюсь перед Богом. Как я это объясняю? Бог допустил такую полосу в моей жизни. За этим всем человеческим, так скажем, насилием, безобразием, самоволием, все-таки в моем личном случае кроется какой-то высший смысл. Это именно то, как понимал жизнь Иосиф. Он никогда не искал смысла в том, что сделали братья. Он никогда не искал смысла в предательстве своих родных. Там нет смысла. Там просто жестокость и насилие. Он никогда не искал смысла в рабстве, в которое он был продан. Там просто нет смысла. Это человеческое насилие. Но он не сдавался в вере, понимая, что все-таки есть высший смысл в этом всем, что Бог над всем надзирает. И это еще не конец моей жизни. Что Бог что-то преследует более высокое и значимое в моем случае. Это именно то, что сделало разницу между богословием Иова и богословием его жены. Она видела обстоятельства, и эти обстоятельства заслонили ей Бога. И она разбилась. И она сказала, похули Бога и умри. А он понимал, что Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословено. Он все равно понимал, что Бог над всем. В этом вот была разная установка в сознании людей. И она помогла одному пройти сквозь это тяжелое время, а другой не прошел, не смог. Следовательно, мы говорим сегодня о концепции власти как таковой и о свободе, которую мы имеем во Христе Иисусе. Да, мы ограничены. Да, мы живем сегодня в такое время, когда много законов безбожных откровенно принимается, где происходит просто насилие над своими гражданами, где депутаты, где губернаторы, президенты просто предают свой электорат. Они предают людей, которые их избирали, которые сосредоточили в них руках власть, надеясь, рассчитывая, что эти люди будут заботиться об этих гражданах, которые их же туда избрали. Но происходит предательство своего народа. Я по-другому это объяснить не могу. Внедряются законы, откровенно приносящие вред государству, людям, детям в школах. И по этой причине мы понимаем, что мы, живя в таком окружении, у нас все равно есть выбор. В любом случае есть выбор. Подумайте об этом на мгновение. Выбор остается всегда. Выбор будет оставаться до последнего вздоха человека. Выбор есть всегда. Люди говорят, у меня нет выбора. У меня нет выбора, я по-другому поступить не мог. Неправда. Вопрос весь сводится к цене. Сколько будет стоить твое непослушание этому закону? Сколько тебе обойдется, какой ценой тебе обойдется сказать, я не подпишу этой бумаги? Но выбор у тебя есть всегда. Даже если человек давал присягу и он служит в армии, у него все равно есть выбор не повиноваться военачальнику или главнокомандующему. Все равно. Вопрос только остается, какой ценой обойдется ему это непослушание. Вот. Потому мы сегодня, живя на земле, иногда мы чувствуем себя как лот в окружении вот такого общества и таких законов, которые есть. Но выбор есть всегда. И мне очень нравится, как написал апостол Петр, он сказал, что знает Господь, как избавлять, избавлять благочестивых от искушения. И он объясняет, что Бог просто пришел, взял за руку лота и его родственников и вывел. Да, лот находился в этом тяжелом окружении, он должен был там находиться. И мы находимся, потому что свет должен светить во мраке хоть какой-то. Но если христиане не заявляют свою позицию, что мы не согласны с этими законами, с этой аморальностью, если христиане таятся и следуют за Богом издалека, как Петр следовал за Христом издалека, он и не отрекся от Христа, он никогда не сказал, что я отрекаюсь от Христа, но он следовал издалека, он себя не вскрыл, чтобы встать и сказать я с Христом заодно, он побоялся, потому что он сразу вызывает на себя агрессию, потому он шел за Христом, но издалека, как многие сегодня идут за Христом издалека. Следовательно, что получается, когда мы находимся в таком окружении, ты находишь в таком окружении, я нахожусь в таком окружении, И мы не вскрываем себя, что мы христовы, что мы христиане, сознательно не вскрываем, как Христос сказал, кто постыдится меня, и он сказал, вроде сём прелюбодейным и грешным, вот в каком окружении. Он не сказал в церкви, в церкви нам не стыдно быть христианами, все свои, а он сказал, кто постыдится меня, вроде сём прелюбодейным и грешным, вот что он сказал, того и я постыжусь перед отцом и перед ангелами. То есть, с другой стороны, он сказал, кто исповедует меня, кто признает меня, кто признает, что я есть, что я господин в твоей жизни, того я признаю перед отцом и перед ангелами его. И такая ситуация, что мы для того и помещены в мир, чтобы исповедовать Христа и свое христианство, именно исповедовать. Потому Лот и находился, как свеча маленькая, мрак сгущался, и уже кислород туда не поступал, она вот-вот погаснет, но Бог понимал, может быть, удастся за счет вот этого человека, который не соглашается со всеобщими законами, всеобщей аморальностью, не соглашается, не соглашается. Все знали этот дом, все знали этого человека, все знали, что он другой, не соглашается. Бог ждал, может быть, он там сидел ради этих двух зятей, которые сватались к дочерям Лота, может быть, это только ради этих двоих людей. Бог рассчитывал, что хотя бы их вырвет. И пришли эти ангелы и сказали, уходи, уходи, и зятям показалось, что он шутит, что это шутка, шутка. И поэтому Бог, ангелы взяли его за руку и просто вывели. Я сейчас говорю об избавлении, что Бог в любом случае нас избавит. Просто какой ценой, какой ценой нам происходит это избавление. Потому, друзья, мы на земле, мы в борьбе, мы сражаемся. Это не так все просто, не так все легко. Не важно, вы живете в Украине, России, Прибалтике, вы живете в Европе, вы живете в Америке. Не важно, не важно. Духовная борьба, духовная брань продолжается. Мы в войне, мы не спрячемся, мы никуда не спрячемся. Мы должны, наоборот, понимать, что мы должны вооружиться, объединить свои усилия, усилиться, праведники усилятся. И таким образом у нас выбор есть всегда. Вопрос только, какой ценой нам обойдется наше несогласие с той или иной властью, с тем или иным законом. Но выбор есть всегда. Поэтому Бог и оставляет нас быть в эпицентре событий. Бог оставляет нас там, где ты работаешь. Допустим, ты вот в окружении своей компании, да, они рассказывают какие-то пошлинкие анекдоты, такие на грани. И ты улыбаешься тоже со всеми. А потом богохульные некоторые речи. А потом нецензурная брань. И ты как бы никогда себя и не вскрыл. Ты никогда не сказал, ребят, я вообще прошу вас, не говорите в моем присутствии об этом. Я человек верующий. Мне неприятно это слышать. Ты никогда себя не вскрыл. Если ты не вскрыл себя, ты криво-косо улыбаешься, как Петр у чужого костра. Улыбаешься со всеми, как бы заодно. В душе у тебя ужасно скверно, ужасно плохо. Ты понимаешь, как страдает Христос в этот момент. Ты понимаешь, что ты предаешь самое святое, свою веру. Но ты себя не вскрыл. Это и есть отречение. В каком-то смысле это и есть отречение. Потому власть властью. Как бы там ни было. Но борьба продолжается. И мы должны понимать, что нам позволено не соглашаться. Нам позволено, повиновясь воле Божьей, делать разницу. Я против агрессии, я против всяких митингов, я против свержения какой-то власти, переворотов. Я считаю, это не дело христианское. Это мое мнение. Не христианское это дело. Когда мы только подходим с такой стороны ко всяким государственным переворотам, революциям, я считаю, мы себя сразу же отождествляем больше с Отечеством земным, чем с Отечеством небесным. Мы как бы стоим заодно с нацией и с обществом. И принимаем участие вот в таком деле. Я лично считаю, мое мнение, я на этом стою твердо, это неприлично верующим людям. У нас есть намного большее оружие и право молиться Богу о том, чтобы Он вмешивался и делал какие-то процессы в обществе. Но ни в коем случае мы не должны браться за оружие, за поднимать какие-то восстания. Это неприлично верующим людям. Это мое мнение. Пусть Господь сам управляет этими процессами, и Он знает, как это делать лучше нас. Значит, дальше. Еще один вопрос из тех, которые поступали раньше, и потом мы придем к самым последним вопросам, которые вы задаете. Значит, есть такой вопрос. Сейчас я вам покажу этот вопрос. Может ли человек вернуться в волю Божию, исполнить свое предназначение, если он запутался в жизни? Ну, немножко вопрос отвлеченный от нашей темы. И между тем он также имеет смысл. Некогда принял неправильные решения, которые повлияли на ход его жизни. Ему кажется, что он не в том месте, не с теми людьми, и просто жизнь проходит впустую и так далее, пишет, не знаю кто, анонимное письмо. Я верю, что всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Возможно, ситуация уже крайне запущена. Возможно, вы уже долгие годы мелите на филистимлян, чужие жернова мелите. Возможно, вы стали посмешищем врагов. Возможно, вы уже где-то внутри смирились с тем, что уже реки не повернуть вспять. Слишком всё далеко зашло. Но я хочу дать вам надежду. Я хочу сказать, что как бы ни произошло с Самсоном, как бы жестоко с ним не поступили враги, у него всё равно вырастут волосы. Это вам слово от Господа. Дары и призвания не приложены. Они никогда не отменяются. Как бы тяжело ни было, у Самсона снова отрастут волосы. Это, конечно, такой внешний образ. Речь идёт о внутреннем помазании, которое когда-то было попрано, когда-то было предано, но у него всё равно отрастут волосы. Это говорит о том, что внутри этот человек очень горько оплакал своё предательство, что он не оценил огромной привилегии и доверия, которым было оказано со стороны Господа. Как на зарею от рождения Бог избрал его. К вечной жизни Бог избирает всех людей. Это человек выбирает, идти за Богом или нет. А призвание, оно суверенно. Его Бог определяет, кого кем поставить. Он одних поставил апостолами, других учителями. Это Бог избирает. Потому в вашем случае, если действительно речь идёт о призвании, оно не отменяется. И поэтому я надеюсь, я верю, что есть те ситуации, те случаи, где вы можете поправить ситуацию, и Бог вам вернёт возможность приносить плод и служить в Его Царстве. Теперь мы перейдём к некоторым вопросам, которые задают люди, я так понимаю, сегодня или, возможно, вчера, ещё сегодня, да, поступали эти вопросы. Спрашивает Сергей Вакуленко. Шалом, Александр! Шалом — это модно или вы, Вакуленко, еврей? Я даже не знаю, как это расценить, но в любом случае, шалом вам, Сергей Вакуленко. А как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Украине на Майдане? Это бунт против власти или что это? Как нам, христианам, быть? Ведь мнения разделяются. Да, мнения разделяются. Есть мнение и есть утверждение священных писаний. Я не нахожу, я как бы не вижу в священных писаниях, если брать во внимание Новый Завет, чтобы христиане поддерживали подобные процессы. Покажите мне, где христиане агитировали, поддерживали подобные процессы. Мне так думается, что иногда мы впадаем в обольщение, потому что мы ссылаемся на Ветхий Завет. Учтите, история Израиля — это история в целом народа, который избрал Бог как народ, как потомков Авраама. Потому когда там имели место такие процессы, вели себя цари недостойно, были пророки, были перемены, разделения на 10 и 2 колена и так далее и тому подобное, мы забываем одну очень важную вещь. Мы не можем Украину как народ, как нацию отождествлять с Израилем. Это совершенно две разные платформы, совершенно два разных подхода. По этой причине мы должны понимать, что в Новом Завете, где Христос сказал «Царство Мое не от мира сего, меня гнали и вас будут гнать, меня принимали и вас будут принимать», мы должны смотреть на это, понимая, что мы отдельный народ, народ в народе. Мы должны понимать, что это похоже на ситуацию во времена Артаксеркса, когда пришел Аман и сказал царю Артаксерксу, что есть в твоем народе народ, который живет отдельно, что у них свои законы, что у них свой Бог, у них свои традиции, у них свои дни поклонения. Вот это ближе и больше относится к нам, потому что мы странники, то есть мы странствуем, это наш настоящий статус, стоит этого не забывать, что мы странники, мы странствуем и мы пришельцы. Кто такой странник? Тот, кто странствует, он не имеет постоянного места жительства. Кто такой пришлец? Тот, который здесь не живет, он пришел и завтра ушел. Но если потерять вот это вот умонастроение и понимание, что мы на земле временно, что наше жительство на небесах, выражаю словами апостола Павла, мы впадаем в искушение слиться с народом и с обществом и просто свести наше христианство к всеобщим усилиям и желаниям лучшей жизни, просто лучшей жизни. На земле, разумеется, на земле. Ну, сказать, что это однозначно порочно, я на такое не пойду, я не возьмусь за такие осуждения, я давно не живу в Украине и я желаю только лучшего этому народу, этой нации, понятие лучшего у каждого свое. Вот, поэтому я не буду судить о политической окраске и ситуации всей этой ситуации, я ее не знаю, я мало вникаю в эти политические процессы. Но я говорю как общий принцип, я считаю христианам неприлично, неприлично ломать памятники, неприлично держать лозунги, ломать двери, что-то писать на зданиях, применять физическую силу. Я считаю христианам это неприемлемо и неприлично. Христиане принадлежат Богу, и они должны по-другому вести себя во время таких вот, как это сказать, social, как это, civil war, таких гражданских стычек, таких стычек столкновений. Вот, пусть Бог помилует нас поступать правильно. Следующий вопрос задает Александр Курочкин. Александр, скажите, пожалуйста, правильно ли, когда проповедник очень часто использует кафедру для обличения конкретного человека, конечно, не называя его имя? Может правильнее просто поговорить с этим человеком лицом к лицу? Назидает ли это других членов собрания? Ну, разумеется, Александр, в вашем вопросе содержится ответ. Здесь нет ничего сложного. Разумеется, неправильно. Разумеется, это злоупотребление властью и положением. Разумеется, мы никогда не можем сводить личные счета, используя нашу позицию с кем-то. С другой стороны, если пастор церкви или проповедник, да, понимает, что вот этот человек ведет себя открыто, безобразно, и это вредит обществу, я подчеркиваю, это очень тонкая грань, это нужно духовно, интуитивно знать и проверять свои мотивы внутренние. Если это вредит не мне, Александру, да еще моему какому-то бизнесу, который я веду вместе или под боком с этим человеком, моим оппонентом, упаси Господи. А если это вредит в целом обществу, то да, есть такие, Александр Медник сделал мне много зла, пишет апостол Павел, да. Есть такие случаи, когда мы согрешающих обличаем пред всеми, чтобы остановить процесс заражения. Есть такие случаи, когда человека берут на замечание, называют его имя и фамилию. Это только не должны быть личные счеты, которые сводит пастор с конкретным человеком. Это преступно, это бессовестно, это недостойно, это непристойно, это низко. Но если это в целях защиты общества, это оправдано. И только Бог знает эту тонкую грань от позволенного пастору в данном случае до того, что не позволяется поступать, используя кафедру. Поэтому каждый отдельный случай нужно рассматривать отдельно. Какие у нас еще есть вопросы? Оля спрашивает. У меня давно возник вопрос. Ограничивает ли Господь нашу свободу в каких-то ситуациях? Есть ли это нам во благо и сохранит нас от греха от падения? Или в любом случае наш выбор, имеется в виду, остается? Могу ли я просить Бога ограничить мою свободу, если у меня нет опыта и мудрости? Ну, какая-то немножко странная молитва, чтобы Бог ограничил вашу свободу? Я думаю, зрелость состоит в том, когда человек умеет отличать худое от доброго и имеет силу. То есть свободу воли избирать доброе и отвергать худое. Так написано в Библии. Я думаю также, что Бог не попустит человеку быть искушаемым сверх сил. Но я, наверное, не разделил бы с вами, Ольга, такой молитвы, что ограничь мою свободу, потому что у меня нет мудрости. Дело в том, что Бог так или иначе охраняет нас в тех случаях, как и мама охраняет ребенка, когда он не понимает, что плита горячая, что он может обжечься кипятком или утюгом. Мама старается охранять человека. Да, она ограничивает свободу ребенка. Я уверен, что искушения могут быть настолько сильными, что Библия говорит, не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Потому искушения могут быть настолько сильными, повторяюсь, что, наверное, никто бы из нас по-человечески не справился. И потому когда тот же Лот, о котором мы говорили, мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные, то Бог понимал, что не просто атрофировал его как человека, его чувства, его не интересовали эти люди, и он не страдал и не мучился, живя в этом садомском разврате, ежедневно видя и слыша это все вокруг. Нет, Бог понимал, что есть единственный путь его спасти, это просто забрать его из среды. Это то, что произойдет в последнее время, когда будет невыносимо, просто на земле произойдет восхищение церкви. Бог просто восхитит, просто восхитит, как Еноха. Восхитил, и не стало его. Он ходил с Богом, Бог забрал его, и его не стало. И я верю в восхищение церкви, и я верю, что Бог нас восхитит, потому что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Если уж очень невмоготу, Бог восхитит вас, Ольга или другой человек, или меня, я верю, что Бог знает, как избавлять благочестивых от искушения. Но то, что у нас всегда будут искушения, это факт. Нет ни одной молитвы, Господи, не дай мне искушения. Если мы читаем в молитве, отче наш, избав нас от лукавого, не введи в искушение, то там смысл в другом. Не дай мне впасть в искушение, дай мне пройти сквозь искушение, которым я подвергаюсь. Потому что Иисус Христос был ведом духом в пустыню для искушения от дьявола, а не от искушения. Представьте, чтобы Бог спасал Иисуса от искушения. Давайте допустим такой теории. Дьявол хочет искушать Иисуса, Бог раз его и не допускает. Иисус искушается властью, а Бог раз ему и не допускает такого искушения. Иисус бы никогда не закалился. Он бы никогда не смог в этой борьбе отстаивать свои принципы. Он бы никогда, как человек, как сын человеческий, не возрос. Он бы никогда не справился в Гефсимании. Когда он имел власть и право не пить чашу, которую отец ему дает, он сказал, я могу умолить отца, и он сейчас пошлет ангелов и избавит меня. Но он шел, как написано. Но он сказал, не моя воля, не твоя. Иисус бы никогда не обрел такой внутренней силы победить себя и подчинить себя Отцу, если бы не эти искушения. Потому в искушениях мы закаляемся, мы учимся верности. Где-то мы не проходим эти тесты, мы падаем. И мы чувствуем, что вот 95 килограмм могу поднять штангу, а вот 98 не могу, не могу. Вот мой предел, вот моя граница. Потом я 6 месяцев тренируюсь, и я теперь говорю, я могу 100 килограмм отжать штангу, но больше не могу. И Бог не заинтересован бросить на меня штангу 105 килограмм, чтобы она меня раздавила. Конечно же нет. Он стоит и контролирует этот вес, эту тяжесть. И будет контролировать всегда. Но он заинтересован, чтобы 100 килограмм на меня повесить. Он заинтересован, чтобы мои мышцы не атрофировались, чтобы я развивался, чтобы я был в форме, чтобы я понимал, что жизнь на земле – это борьба. И потому эти все ситуации, они будут. Мы их не избежим. Другое дело, как мы через них проходим, помогает ли нам Бог? Разумеется. Однозначно. Разве есть необходимость это доказывать? Следующий вопрос задаёт Александр из Казахстана. У нас остаётся где-то 10 минут до конца эфира. Здравствуйте, Александр. Скажите, в вашем понимании концепция рождения свыше предполагает моментальное обновление человеческой природы или же это всё-таки процесс? Если это момент, то когда он происходит? Дело в том, что анализируя своё хождение в вере, мне тяжело найти ту самую отправную точку, о которой вы часто говорите в своих проповедях и передачах. Очень хороший вопрос, Александр. Смотрите, если говорить, допустим, о физическом рождении, потому что Христос часто проводит такие параллели. Рождённый от плоти есть плоть, рождённый от духа есть дух. Как вы родились от плоти, так вам должно родиться от духа. Понимал это Никодим, не понимал? Вопрос остаётся простым. Апостол Пётр пишет, если это в вас есть и умножается. Что есть? О чём он говорит, если это в вас есть? Он перечисляет плоды духа, братолюбие, кротость, воздержание, то есть качество новой природы. Этих качеств в плотском человеке нет. Их просто нет. По очень простой причине. Галатам 5.23 написано, что это плод духа, духа Божьего. Но он рождается во мне, он развивается во мне. Так вот, возвращаясь к заявлению апостола Петра, он говорит, если это в вас есть и умножается, дальше он говорит, то вы, прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей, и он перечисляет, что показать. То есть старание прилагать имеет смысл только тогда, когда у вас это есть. Но в человеке, будь он воспитан в самых лучших условиях, в самой гуманной стране мира, в человеке нет этих качеств, потому что это качества, это гены самого Бога. Это его характеристика, это качества его природы. В человеке их нет. При всех колоссальных стараниях и усилиях человека он не может в себе развить то, что приходит исключительно от Бога. Это как от чернокожих рождается чернокожий. Ты не можешь наследовать белую кожу. Это невозможно. Так точно и в духовном. Я всё равно верю, что духовное рождение сопровождает себя встречей Духа Святого с Духом Человека. И Дух Человека, который есть в человеке, можно по-разному выражаться, спит он, мёртв он, невозрождён он. Какие хотите термины подбирайте. Но он вдруг оживает. То есть самая глубокая субстанция человека, она начинает быть. Она вызывается к бытию. Человек поднимается и начинает существовать как духовный индивидуум. Он младенец, он слабенький. Как это происходит на уровне чувств? Человек переживает. Именно переживает. Нельзя забрать, нельзя изъять переживания из этого процесса. Человек переживает Божью любовь. Переживает радость в Духе. Это конкретное ощущение. Человек переживает мир. Человек переживает свободу. Человека глаза открываются. Да я вам сотни приведу таких примеров, когда человек вот как ножом отрезало, говорит, боже мой, какой красивый мир. Господи, как я не видела, как красиво поют птицы. Да, это конкретный момент. Не просто шизоферения. Это не просто с людьми что-то случилось. Это конкретный момент. Другие люди, особенно родившиеся в христианских домах или в христианской в целом стране, где так называемая христианизация общества, как процесс национальный, имеет место, это совершенно другие ощущения. Здесь берет время. Здесь много времени берет, если мы идем путем просто христианизации людей. Мы скорее прививаем им искусственно или извне, прививаем им навыки определенные. Христианам так неприлично одеваться, христиане так себя не ведут, христианин не может так говорить, христианин не может такую музыку слушать. И мы где-то это понимаем. Вот это я все называю понятием христианизации. Такое всеобщее просвещение. То я думаю, что это берет века. Века, когда взять языческую Русь, дремучую 10 столетий назад, и взять теперешнюю ситуацию, то какой-то процесс происходит в обществе в целом. Но момент духовного рождения – это совершенно другой опыт. Совершенно другой опыт. Потому что мы-то можем людям привить какие-то навыки, мы-то можем такую культуру поведения привить людям, но рождение духовное и просто христианская культура – это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Потому, наверное, Христос сказал фарисеям и книжникам, вы, так говорит, обходите море и сушу, стараясь обратить хотя бы одного, обратить, ну как бы, веру. И когда вам это удается, вы делаете его в два раза хуже себя. Надо же так. А в чем же вот порог ваш, так скажем? Почему вы плохие, почему вы людей в два раза хуже делаете, чем вы сами? В чем порог ваш? Ну, потому что вы говорите, а не делаете. Вот и все. То есть вы умом понимаете, интеллектом своим где-то дотягиваетесь к стандартам, а силы в вас нет. То есть у вас природы нет. Вы стандарты взяли, а вытянуть эти стандарты вы не можете. Потому что стандарты Божьи, и человек стандартов Божьих не вытянет. И это как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Потому Христос говорил, если ваша святость не превзойдет святости книжников, вы в Царствие Божие не войдете. Ну как она может превзойти? Постятся два раза в неделю, десятины отдают, субботу отделяют для Бога, и все прочее. Это совершенно отдельный, совершенно другой разговор. Разговор о новой природе. Новой природе, которая принципиально важна. Потому я вас не знаю лично, Александр, но вы должны искать этого момента. Вам просто христианское поведение не поможет. Вам нужна новая природа. Последний вопрос спрашивает Дмитрий из Беларуси. Здравствуйте, Александр. У меня есть побуждение на сердце уехать в другую страну. Меня терзает вопрос, должен ли я искать прежде свободы во Христе и угождать Ему своим служением там, где я буду чувствовать себя в своей тарелке, либо я должен служить там, куда изначально привел меня Бог и где я покаялся. В настоящий момент я не удовлетворен церковью, в которую хожу. Вопрос места жительства для меня как бы, ну он несущественный. Жить по правую сторону улицы, по левую сторону улицы, жить в северной части города, в южной части города. Зачем искушать Бога подобными вопросами? Где тебе лучше жить, там и живи. Где ты купил лучший дом, там и живи. Не понравилось продать дом, переедть в другой район. Зачем этими вопросами терзать Бога? Просить Бога устройства, просить Бога содействия, пожалуйста. Но это твоя компетенция, и ты должен определять, решать и нести ответственность за выбор, который ты делаешь. Не надо в это впутывать Бога, не надо привлекать сюда пророков, не надо терзать себя, должен ли я жить в Америке или в Украине. Если это касается бытовых твоих вопросов в жизни, не искушай Бога этим. Я знаю много людей, которые попали в искушение, ища подобного Божьего водительства, где мне жить, где мне работать. Я знал человека, который молился Богу и привлекал пророков, чтобы знать, какую купить машину. Хонду Сивик, или Хонду Аккорд, или четыре двери должно быть, или две двери. Мы дойдем до полного обольщения и плохо кончим. Что касается духовного служения, я считаю, особенно если учитывать ваше призвание, это должно быть первичным вопросом. Как правило, оно может повлиять и определить и ваше место жительства, где вы живете, и как вы живете. Во многом. Потому что если вы серьезно ищите этот вопрос, снимите с повестки дня страну или город, где вы живете. Ищите просто Божьей воли. Как правило, вы встретите много нужды и ситуации там, где вы живете. Если бы вы сказали, что вы живете в городе, где нет нужды, где нет боли, где нет грешников, ну, то тогда, возможно, Бог бы вас переселил куда-то. Или, возможно, Бог вас хочет употребить, как иону, просто с конкретной миссией послать другую страну в другой город. Это абсолютно приемлемо, это допустимо. Но, как правило, там, где люди живут, Господь их употребляет, Господь находит для них работу. Потому что одно дело, вы не удовлетворены церковью, другое дело, что вы лично, как человек, можете сделать, то ли в церкви, то ли за ее пределами. Вы же не ограничены только посещением воскресного служения на два часа времени. У вас много людей вокруг. Я вам откровенно говорю, если вы никому, нигде, на территории своей жизни не можете помогать, я очень-очень сомневаюсь, что вы 10 стран поменяете и 50 церквей поменяете, и вы найдете себя полезным где-то. Ищите себя в том случае, в той ситуации, где вы есть. Если уже там конкретно не в моготу, притесняют, против того, чтобы вы занимались каким-то служением, это не исключено, что вы можете перейти в другую церковь, где вам могут подсобить, помочь. Но в принципе мы можем служить Богу на всяком месте, где мы есть, потому что служим мы Богу Духом. Что у нас со временем? Осталась одна минута до окончания. Уважаемые друзья, мы старались, как всегда, отвечать на ваши вопросы, и я старался. Потому мы вас благословляем, благодарим вас. Извините за какие-то технические неполадки. У нас были какие-то сбои немножко сегодня в эфире. Но я верю, что сегодня более-менее мы смогли коснуться вопросов власти, вопросов послушания, вопросов подотчетности, вопросов ответственности. И я очень надеюсь, что это поможет нам расставить кое-какие вещи по местам, быть сговорчивыми, поддерживать всякую добрую инициативу, брать на себя ответственность, доводить дело до конца. Мы вас на это благословляем. Спасибо, что вы поддерживаете нас, что мы можем вместе делать много того, о чем Бог нас просит и что повелел нам делать. Благословений вам. До следующей встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова